Привет, друзья! Это вторая часть ответов на вопросы, поэтому сразу переходим к делу. Что скажете о ТР-3 в 5.45? Перспективы в спорте или все же охота? Александр Брушин спрашивает. Ответ на этот вопрос. Не стоит брать ТР-3 для практической стрельбы. Этот карабин вас заставит заниматься кучей ненужной работы. Подберите лучше другой карабин. Например, ВПО-125 подойдет. Или же любой карабин концерна Калашникова в калибре 2.2.3. Без лишнего навеса. Вам все равно придется на него много чего навешивать. Либо возьмите вот такой вот карабин. Правда, он стоит очень дорого. И еще один из способов это покупать карабин на платформе Аэро. Но опять же, некоторые карабины стоят в районе 200 тысяч рублей. Карабин Форд, например, стоит подешевле. 5.45 ТР-3. Мне кажется, ни охота и ни спорт сюда не подойдут. Поскольку это оружие не то чтобы даже стилизовано. Фактически АК-12. И для спорта они подойдут, потому что там все придется менять. Стандартная эргономика вас вряд ли устроит. Потому что не такой удобный прицел. Потому что труба приклада под свой собственный уникальный стандарт. И удобный вам приклад вы не поставите. Щеку вы там не пристроите себе. И цевьё хотя бы там и вывешенное не касается ствола. Но оно короткое. Вам понадобится более длинное. Чтобы поставить новый ДТК. ДТК с байонетом у нас нет. Вам новый ДТК понадобится. Из-за этого вам придется резать ствол. Накручивать резьбу. Или придумывать байонет на ДТК. В общем, это куча ненужных проблем совершенно. И для охоты зачем вам 30-ти зарядный карабин. Довольно тяжелый по меркам охотничьего оружия. И в таком небольшом калибре. Теоретически, конечно, калибр достаточен, чтобы убить животное. Можно и медведя убить 22-м калибром. Но в целом, конечно, это оружие тоже не для охоты. Это оружие для любителей военной тематики. Для любителей тактики. Но никак не для спорта и охоты. Если вы спросите, что это за место. Это Татуин. Да. Приходится искать уединение на самых далеких планетах. Далекой-далекой галактики. А тем временем вопрос от Елиба Чанова. Здравствуйте, Сергей. Как часто вам приходится приводить прицелы на своем оружии к нормальному бою? Каждую тренировку или реже? Ну, какой вопрос? Такой ответ. Реже. Дело в том, что мы приводим к нормальному бою разное оружие, разные прицелы. Если мы говорим об оптическом прицеле, то одно дело. Если о каллиматорном, то другое. Если мы говорим о ружье, то одно дело. Если о винтовке, стреляющей высокоточную стрельбу, то другое дело. Обычно оптику, если она сложная, стоит на кроне. У нее много мест соединений. Чаще проверяют. И если это каллиматорный прицел на ружье, то реже. На своей девятке я каждую тренировку начинаю с проверки прицела. И один раз было, что мне это помогло. Я начал проверять прицел и увидел, что, господи, все, прицел холосан никуда не годится, поскольку у меня точка попадания уехала. Как это случилось? Я так хвалил этот прицел. Холосан 510C. И вот, точка прицеливания ушла. Все кончено. Надо выбрасывать и искать новый. Оказалось, что я переставил дульное устройство. И тяжелое дульное устройство. Из-за гармонических колебаний, о которых вы, возможно, знаете. Или узнаете из наших следующих видео. В общем, точка попадания ушла из-за ДТК. Соответственно, проверка прицела была правильной. Но на карабине чаще приходится проверять. Из-за того, что там есть крон. Из-за того, что иногда из платформы калашников ты можешь не доверять той планке, на которой установлены и так далее. То есть, зависит от ситуации. Проверять надо в любом случае. Итак, Артем Константинов. Сколько людей вы знаете, у кого оружие оформлено как спортивное? Я точно знаю двух людей, у которых оружие оформлено как спортивное. Я и еще один человек, наверное, он, может быть, не хочет, это его персональная информация, говорить не буду. Но есть и другие, безусловно. Этот вопрос не до конца урегулирован в лицензионно-разрешительной системе у нас. И лично меня вызывали, там были беседы относительно того, как правильно регистрировать оружие. Ни в коем случае это не угрозы были или какие-то там претензии. Нет, это был обычный нормальный разговор. И руководство лицензионки решало, как им самим правильнее это сделать. Поэтому у меня почти половина оружия оформлена как спортивное. Имея такое разрешение, можно иметь больше оружия. Логика такова, что у спортсменов расходуется оружие. Оно свой ресурс поедает гораздо быстрее, поэтому им нужно больше единиц. Вопрос от madebuy.pro. Можно ли, например, в патриоте в галерее передавать друг другу оружие и стрелять из чужого? Например, приехали несколько человек с одним карабином или просто меняются, чтобы попробовать? Будет ли это классифицироваться как административное нарушение с соответствующими последствиями? Да, это однозначно будет так квалифицироваться. Есть постановление правительства 814, которое регулирует этот вопрос однозначно. Там есть список закрытый, кто кому может передавать оружие. И граждан в этом списке нет. Поэтому передача оружия от одного гражданина к другому гражданину, к сожалению, незаконна. Я скажу, что это глупо, это неудобно, абсурдно. И более того, это вредит оборонноспособности страны отчасти. Но закон есть закон, и мы должны его соблюдать. Поэтому, если вы оказались тем более в патриоте, ни в коем случае не передавайте. Вообще ни в коем случае не нарушайте законы. Но в патриоте везде есть камеры, и вас легко могут привлечь к административной ответственности за то, что вы своему собственному родственнику, например, сыну, дадите винтовку 22ЛР. Казалось бы, мелкашку. До недавних пор сами организации, которые вправе передавать оружие, могли это делать довольно просто. То есть ты подписываешь договор, ты становишься членом клуба. В общем, процедура была несложная. Но с недавних пор в постановление правительства 814 был добавлен маленький пункт, который теперь обязывает их, по сути, спрашивать с посетителей очень сложный документ. Передавать юридические лица могут гражданам Российской Федерации, имеющим разрешение бла-бла-бла, либо при отсутствии оснований для отказа в выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение оружия, установленных пунктами 2-4 и 9 части 20 статьи 13 закона об оружии. А там у нас однозначно сказано, что отсутствие таких вот вещей, говорит наличие медицинских справок по форме 002-003, а также справки об отсутствии судимости. Если при подаче документов на получение лицензии, на приобретение оружия, нам не требуется подавать справку об отсутствии судимости, то есть ЛРО само запрашивает в соответствующих органах информацию по отсутствии судимости у вас, то в случае спортивной организации вам придется предоставлять еще эту справку, потому что спортивная организация не может запросить в МВД такую информацию. Короче говоря, теперь даже тем, кто мог легко передавать оружие для, например, спортивных тренировочных целей, делать это стало сложнее. Всегда очень легко критиковать и сказать, эти чиновники опять напридумывали, но мотивы таких изменений были вполне справедливыми и обоснованными. Во-первых, у нас были случаи применения оружия, переданного, например, клубом в пользу каких-то людей, и эти люди либо совершали суицид, либо вообще стреляли в инструктора. Такие случаи были. И для того, чтобы этот вопрос решить, урегулировать и сделать лучше, данная поправка была принята из самых благих целей, просто, мне кажется, реализация неудачная, она непродуманная. Например, возьмем автомобиль. Там была прописана процедура, когда один гражданин может передать управление своим автомобилем другому гражданину. И вопрос решался практически полностью. Мне кажется, точно такая же процедура должна быть прописана и в новом вот этом постановлении 814. И более того, в 150-м законе об оружии тоже должна быть четко прописана и понятна для всех. Поскольку подзаконные акты – это все-таки скрытые и часто сложные для понимания документы. А вот закон должен быть написан просто, и он доступен. Каждому человеку набрал закон об оружии, сразу увидел формулировку, сразу понял, что от тебя требует законодатель. Роман Лаврешин спрашивает, что лучше – опен или стандарт? И почему стандарт? Опять шутки за 300. Стандарт лучше, чем опен. И опять же, в вопросе не сказано, стандарт где. В пистолете, в карабине или в Airsoft. Но действительно, стандарт лучше тем, что в нем выступают меньше людей. И там меньше конкуренция. Поэтому стрелки менее талантливые имеют больше шансов добиться высокого процента. Или даже получить медаль. Так что, безусловно, стандарт лучше. Отлично. Не в обиду стандарту, просто, ну, чего не наезжать. Да ладно, оправдываться. Ответил, ответил. Дамир Волков спрашивает. 345 ТК на чемпионатах России и выше использовать запретили. Прощай, PCC на 5 лет? Нет, вы, наверное, неправильно поняли. Как раз на чемпионате России и на всех матчах российских использование этого калибра, наоборот, согласовали. Просто данные о нем не посылаются в штаб IPC и там они не рассматриваются. Но наоборот, на всех российских соревнованиях этот калибр согласован. Так что, welcome, добро пожаловать всем с 345 калибром на соревнования по практической среде. Вопрос от Михаила Виноградова. Новые карабины 9х19 от STM, SWC и тому подобное за 150 тысяч рублей. Стоят ли они этих денег? Проходили ли они испытания у спортсменов, например, как Курбатов? Можете ошибаюсь, но не видно их на пьедестале чемпионатов. Спасибо. Опять вопрос из нескольких частей. Первое, что касается, стоят ли они своих денег. Вопрос экономики, ценообразования, он нелинейный на самом деле. У нас был свой предмет в свое время, экономика назывался. И там много разных элементов, почему цена такая, а не сякая. Многие люди почему-то думают, что это себестоимость плюс небольшая наценка. Вот это справедливая цена. На самом деле цены так не определяются на товары. Итак, вопрос цены мы убираем и оставляем на ваше собственное усмотрение. Второе, на пьедестале видите вы или не видите? Ну, во-первых, я видел Курбатова на пьедестале. Я видел STM9 на пьедестале. Я видел Сайгу-9 и Витязя. Соответственно, главное не то, какой у тебя карабин. Всегда самое главное это твои руки. Умеешь стрелять, побеждаешь. Не умеешь стрелять, бриллиантовое оружие тебя не спасет. Далее. Действующий чемпион вообще стреляет из карабина Витязь. Просто человек-мастер. Не карабин, а пистолет и пулемет. Давай будем честны. Будем честны. Пистолет и пулемет. Он, видимо, в автоматическом режиме. Вот чем обословлена скорость. Короче говоря, действующий чемпион России стреляет из пистолета-пулемета Витязь в полуавтоматическом режиме. И по поводу тестирования спортсменами. Курбатов, насколько я знаю, только у двух спортсменов есть. Только двумя спортсменами он тестируется. А СТМ-9 уже десятки карабинов и они очень активно тестируются. Если изначально инженерия была классная, да, воплощение было с недостатками, то каждая новая генерация этого карабина улучшается. Мой собственный карабин это была уже вторая генерация. Сейчас он работает очень хорошо. И последний. Вы упомянули карабин SWC или Spot Weapon Custom. Этот карабин находится в стадии прототипа. Он еще, естественно, не может быть технически на пятистале, поскольку он не продается массово. Ну, он вообще не продается. Павел, CrossFit 23. Можно ли из ТР-9 стрельнуть 9х19? Соблюдайте закон об оружии. Не нужно этого делать. Наверное, вами руководит желание сэкономить, потому что патрон 9х19 дешевле, или желание просто попробовать, как ребенок разбирает, ломает машинку, посмотреть, что внутри. У двух карабинов ТР-9 и САЙГА-9 разные патронники. У ТР-9 более длинный патронник, но диаметр меньше, поэтому пуля, патрон до конца не входит туда. Он остается немножко торчать. Я знаю, когда случайно 9х19 зарядили, и он просто не дослался до конца, недозакрытый затвор был, накола не произошло, выстрела не произошло. При большом желании это сделать можно, но категорически не нужно. Вопрос от Antidot 2005. PCC по вкладке стойки и передвижениям ближе к ружью или карабину. В вашем вопросе уже есть заготовленный ответ. И когда вы кого-то спрашиваете и хотите, чтобы он дал определенный ответ, вы, конечно, можете давать ему такие варианты. Это у нас было на курсах ораторского мастерства на юрфаке. Так что, да, ваша мама знает, что вы гей, ответьте, да или нет. Короче говоря, ребят, PCC больше всего по вкладке похоже на обычный нормальный карабин. Потому что, если в ружье мы давим, то в PCC давить карабин нельзя. Он достаточно свободно находится. Мы его скорее фиксируем. Поэтому ближе к обычному карабину скорее. Но по перемещениям, я бы сказал, гораздо ближе вообще к пистолету. Потому что в карабине перемещение, по крайней мере то, что я вижу, а вижу я много, Там перемещение не очень хорошее. Только самые топовые стрелки двигаются молниеносно и быстро. Какие-нибудь Финны или там Жора Губич. А в основном перемещение в карабине довольно вялое. И в ружье они более активные. Но больше всего похоже на перемещение в пистолете, мне кажется. Но надо сказать, что те, кто стреляет в ружье, казалось бы, да, вообще нет ничего в PCC от ружья. Но почему-то те, кто стреляет в ружье, легко входят в пистолетный калибр в карабинах. Зикстор.ру. Вы накрутили на СТМ-9 ДТК от Буллитек и сказали, что дополнительный вес не помешает. Есть ли смысл взять СТМ-9 со стволом Хэви потяжелее? Знаете, на этот вопрос я решил ответить не догадкой, а делом. Я уже приобрел более тяжелый ствол на СТМ-9. И я проверю. И ответ на этот вопрос будет в отдельном ролике. Уважаемые стрелки, поддержите наш канал на патреоне. Это сайт, где зрители могут получить доступ к обучающим и другим неопубликованным видеоавторам, которые им нравятся. Для этого просто перейдите по ссылке, указанной в описании.